Представители знака Зодиака Рак, здравствуйте, мои дорогие! Торо прогноз – гороскоп на неделю с 22 по 28 января. Давайте узнаем подсказки карт. Будем, конечно, реалистами, любой прогноз не расскажет о нашей личной истории. Но вы, люди интуитивные, я надеюсь, вы сумеете свою историю переложить на образы карт. А у нас сегодня Торо языческих кошек. Очень добрые карты, раз, и второе, то, что показаны действия. Вот вам будут какие-то данные подсказки или способность просчитать, может быть, на пару шагов вперед, какую-то свою личную ситуацию или, может быть, ситуацию по части финансов. У нас как раз финансы и отношения на этой неделе. Личная жизнь, как любовь или откуда ко мне еще приходят деньги. Все же у нас Венера и Марс – знаки Козерога на этой неделе. И вполне вероятно, какая-то, как и личная история жизни. Ну, где-то и с материальным подсмыслом, или как ко мне приходят эти самые деньги. Вас будет волновать. Вообще праздник как будто вам обеспечен. И значит, тройка кубков, какие-то вопросы вы точно закроете, решите, и вы будете этому рады. Вас порадует какая-то, может быть, новость, мои дорогие, или дело как-то удачно сложится, завершится. Давайте будем узнавать. И первая карта – что важно знать? Чего не избежать? Или неожиданность? Чему сейчас не время? Или что может помешать? А что вам будет помогать? Достанем карту, что скрыто? И по основным сферам жизни – дело, работа, бизнес, энергия, финансов и личная жизнь. Что важно знать для вас, мои дорогие, карта прогресса. Одна из лучших карт в колоде на деньги, на работу. И поэтому, к примеру, если деньги задерживались, они к вам придут. Не волнуйтесь. Может быть, вы будете решать вопросы. Очень удачно у вас, кстати, решаться. К примеру, хочу построить карьеру, хочу получить новую должность. Это карта профессионализма и в дальнейшем профессионального роста. Не только нам про деньги, что деньги будут. И деньги тоже где-то в прогрессе. Но это когда мы можем реализовать свои чистолюбивые планы. Вот поэтому очень продуктивная неделя сама по себе. Дела, работа, бизнес. Где-то про документы. Или какие-то как возможности. Именно для собственного продвижения. Продвижения своих амбиций. Неожиданности. Карта Иерафанта. Вот так выглядит. Как будто два котенка учатся у старого мудреного кота. Но это еще и карта, когда все стихии в ваших руках. Вот именно так карта изображена. Посмотрите. И меч, как будто и жезл, и пентакль, и кубок. Иерафант учит, как жить правильно. По этой карте проходят часто высокие инстанции. Может быть, вы документы будете оформлять какие-либо по поводу вашей работы. Может быть, по личной жизни. Если мы говорим в неожиданностях. Тут в неожиданностях это когда вы можете какое-то важное согласование совершить. Или подписать, правда, оформить какое-то важное соглашение. Может быть, по части вашего бизнеса. Может быть, мои дорогие, по части личной жизни. Иногда эта карта, ее называют венчание тоже. То есть вот то, что проходит по нашим традициям, это тоже где-то Иерафант. Может быть, это в неожиданностях. Нам говорят, это не неожиданность. Это какой-то итог, приложенным уже вами усилиям. Или вашим отношениям, которые развивались в какой-то период времени. Вообще Иерафант – это карта стабильности. И Иерафант нищий не бывает. Поэтому деньги будут. Прекрасная неделя. Чему сейчас не время сомневаться по Луне, анализировать что-то, уходить в какую-то глубокую философию. Или ждать. Не ставить что-то на паузу. Самого себя не мучить какими-то как и догадками, так и возвращением в прошлое. И думать, а вдруг повторится какая-то история. Нет, вот забудь нам об этом. Говорят, на неделе может это помешать. Вот эти мысли как будто не нужны. Увидеть какую-то конкретику. А конкретика шикарная, мои дорогие. А что будет помогать? Ух ты, 15-й старший аркан. Вы знаете, будет помогать, когда вы не делаете чего-то чересчур. Да, карта дьявола, она вот именно так выглядит в этой колоде. И тем не менее, это вопросы нашего материального благополучия. У кого-то вопросы страсти. Страстной любви, почему нет? Это как будто тоже помогает. Но помогает, наверное, самое главное по 15-му аркану, когда мы не делаем чего-то чересчур. Когда мы не позволяем обстоятельствам или какому-то чувству, будь это зависимость от денег, будь это зависимость от человека, взять верх над реальностью. Потому что мы как будто не должны попасть на крючок к 15-му аркану. Иначе, когда он прочувствует свою силу, он с нами словно начинает игру свою. И вот быть реалистом, контролировать все, хоть финансы, хоть вопросы отношений. И когда у нас это получается, нам как раз вот этот 15-й аркан как будто дает физическую силу, мощь для того, чтобы выдержать определенное напряжение. У нас как будто сил хватит реализовать то, что мы наметили. Вот это со знаком плюс проигрывается. Потому что 15-й аркан, как ни крути, это карта нашего благополучия. Это карта нашей земной жизни. Это то, что мы имеем в реальности, то, что мы можем осязать. Вот это где-то все помогает. Поэтому будет, повторюсь, как и не устраивать себе вот эту глубокую философию помогать, будет помогать, когда вы будете реалистами и чересчур чем-то не увлекаться. И когда вот так вот здраво можете просчитать любой проект, любое предложение, увидеть в какой-то конкретике, как будто все в сторону улучшения, но не переиграть, понимаете, не переусердствовать в чем-то будет тоже важно. Что скрыто? Правда, тут на повестке дня ваше солнце, мои дорогие. Правда, посмотрите, что скрыто. Знаете, карта солнца. Это одна из карт в картах втором по выбору правильного направления. И если карта звезда обозначает выбор направления на 10-20 лет, то карта солнца на полгода где-то, то есть это месяцы. Вот, видимо, у вас конец января, может быть, февраль, очень важные месяцы. Вы первые словно полгода в 2024 году для себя закладываете основу своего благополучия. Причем это, как выражается в дне сегодняшнем, в ваших перспективных планах на будущее, где-то в ваших личных амбициях и в том, что вы можете оформить все по закону. Как будто закрепить вам придется еще этот успех. И тогда в дальнейшем, наверное, на 20 лет по Плутону Водолея у вас будет прирост, полный прогресс. И у вас как 24-й год для вашего знака зодиака, так и где-то 25-й. Это два года какого-то, как для прорыва они будут очень хороши. Идем дальше. Скрыто ваше солнце. Поэтому не сомневайтесь, никакой луне, поэтому, конечно, не место. И ожиданием тоже. Видимо, как-то решать по ситуации. Вам придется вопросы, дела, хоть личной жизни, хоть финансов, хоть работа, хоть ваши амбиции. Итак, дела, работа, бизнес. Ваша карта. И у нас выпадает королева кубков. И, ну, наверное, те вопросы, которые вы себе задумали. Так вы в своей энергетике и будете. Но, надо сказать, еще по королеве кубков раньше ее изображали, как королева русалка. А мы все знаем, что русалка это та, которая заманивала рыбаков и моряков на пучины морские. Обещаем несметные сокровища и какую-то любовь волшебную. Ей верили, за ней шли и где-то там и оставались. Поэтому вот ваша позиция, она сильна. Вы сумеете со всеми договориться. Вы умеете быть, вы, правда, люди добрые, лояльные. Вы умеете к себе расположить. Вы умеете принять и, ну, сторону человека, и понять его трудности. Вот, видимо, пользуйтесь вот этими особенностями вашего знака зодиака. И вам как будто подобная дипломатия поможет обустроить практически любое дело. Иногда эта карта проигрывается как ожидание. Может быть, вам и придется ожидать какого-то документа. Но вот поскольку выпадает ваша карта-сигнификатор, даже если меня смотрят мужчины, все же кубковые карты – это где-то ваши задумки, это ваши начинания. Или то, что вы уже себе наметили делать. И вы вот как будто точно знаете, чем я буду заниматься, и что для меня не имеет никакого смысла. Вот и находитесь в этих энергиях. Финансы, хотя нам про финансы сказали, и тройка. У нас выпадает кубка в карта праздника. Правда, финансы вас порадуют, мои дорогие. Не могу ничего сказать. Личная жизнь. Отдыхайте. Это может быть чрезмерная усталость. Очень продуктивная неделя, мы только об этом говорили. Не включайтесь, наверное, в какой-то режим многозадачности. Может быть, он помешает вашей личной жизни. Или помешает полноценному отдыху. Или нам 15-й аркан, говорят, не делай чего-то чересчур. Поэтому не впрягайся в работу. Не будь зависим, может быть, ну, где-то по части и денег. В каком контексте. Всех денег не заработаешь. Есть такая фраза, она не очень мне нравится, но, ну, видимо, где-то разграничивать. Если у вас уже усталость превысила все мыслимые пределы, а уставшие люди делают ошибки, то тогда делегировать часть обязанностей, нам говорит эта карта, чтобы тот, допустим, если есть рядом с вами человек, который может это сделать, вот ему перепоручить какое-то дело. Пусть это будет что-то мелкое, незначительное, чтобы вы занимались какими-то основополагающими или важными вопросами, которые именно вас касаются, которые вы именно сделаете лучше всех. Но вот какую-то мелкую работу или какие-то мелкие обязанности, как будто на себя не стоит взваливать для всех вас, будь то вы один или одна, будь то вы в паре или вы просто встречаетесь, значит, уделить внимание, как и заработку, потому что продуктивная неделя, так я бы сказала, может быть, и личной жизни тоже. Как будто вас должно на все хватить или сил на все хватить, мои дорогие. Перекладывайте на себя чудесные недели и будьте счастливы, будьте любимы всегда.